Сегодня 9 ноября, а зимая пшеница Сорт Леговская 4 Конечно, не самая лучшая фаза Для ухода в зиму Но ситуация была такая, что Хоть шильца И в целом по некоторым полям Эта проблема как бы сохраняется Особенно на рельефных участках Там, где плавала глубина То есть есть участки, где глубина Больше 4-5 сантиметров И влага буквально неделю назад Только проникла в эти слои Или почвенная влага Влага, которая после дождей появилась Она только опустилась ниже Предшественник здесь горох В целом Фазы здесь разные То есть есть один листочек, есть два Есть где-то начало укущения То есть все неравномерно Но больше преимущественно, конечно Это более ранние фазы Это один, два, три листа Вот такое пока развитие Но в целом В целом этого развития На данный момент На данный момент С той ситуацией, которая складывалась Этой осенью Этого достаточно Это хорошо По этому полю Что здесь было? Здесь было лущение После гороха Урожай здесь гороха был невысокий В пределах 30 центеров Лущение и посев Горох в этом году подзасушило Попал он под засуху Попал он в промежутки между Майскими и дождями, которые выпали в июне И дождями, которые выпали уже на уборку Поэтому И в этот период как раз Активного роста, развития, цветения, налива Гороха не было осадков Поэтому он чуть подстрадал Особенно на участках С минимальной обработкой На участках Где они были сами по себе С большим количеством пожневных остатков То есть, вот такие участки Они как раз Сильнее пострадали И В целом Здесь пожневных остатков После гороха Ну, не так много Хотя Хотя присутствует Здесь больше вопрос распределений Сев здесь где-то был В начале сентября Зимой пшеницы Уборка гороха Была в июле Числа Двадцатого Больше месяца Поле Как бы ждало своего Часа И в целом здесь Ну, были Кое-какие подготовительные работы Перед севом Азимой пшеницы Это лущение Затем Лущение с целью Спровоцировать, перемешать Спровоцировать падалицу гороха Перемешать какие-то растительные остатки И уже Следующий этап Это был Глифосат То есть Обработка гербицидом Сплошного действия Перед посевом Где-то за Пятнадцать дней Иссев Норма высева Здесь в пределах Четырех миллионов Где-то до двухсот килограмм Если в весовом И удобрение перед посевом Здесь сеял карапит Сеяло Без С темы внесения И перед посевом Сту килограмм Диамофоски На данный момент Конечно посевы Выглядят Слабенько Но в то же время Все будет зависеть Теперь больше от весны Да в целом Много-много Чего зависит от весны Даже сильные посевы Они просто Меньше может быть Подвержены какому-то стрессу Ну и сильные посевы Могут стать слабыми Под действием Допустим Каких-то Весенних аномалий Но здесь в основном Рассматриваем Варианты Которые работают Как правило Но опять же Не забываем Что могут быть Какие-нибудь аномалии Связанные с более поздней весной В данном случае Конечно здесь Лучше работать Наверное Чуть ли не померзла талой Чтобы азот Этот присутствовал в почве И как только Придет тепло Растения Этот азот Могли бы взять И начать развиваться И дальнейшая Уже подкормка Уже по вегетации Это может быть Фаза кущения Потому что здесь Еще нет кущения И перед выходом В трубку Поэтому здесь лучше Давать Азотное удобрение В максимально ранние фазы Азот он все равно Есть в почве Особенно вот на таких почвах На более сильных почвах Как бы там ни было Он фиксируется в почве На поглотительном комплексе Что-то в процессе минерализации Высвобождается Тут уже вопрос Тепла И влаги Обычно Лучше всего себя Ведут Азимы Ну вообще Как бы зерновые Именно Дают основной урожай Это на ранних подкормках На ранней вот этой базовой Дозе азота Потому что последующие Подкормки Они могут быть Как Играть какую-то Положительную роль Так и Не играть никакой роли Потому что обычно Даже разовое внесение Оно Оно лучше Лучше Для зимых Так что В целом Здесь Больше Больше Наверное Говорить на данный момент Не о чем Все будет зависеть От весны Как она будет Складываться Как она будет Развиваться Льговская Четвертая Львовская Львовская Львовская